Решающий тур перед финалом историко-краеведческой игры «Гордость России. Герои Отечества» прошел среди учащихся школ города. Мозговым штурмом на этот раз брали тему от георгиевских кавалеров до героев Советского Союза и героев России. Подробности в сюжете. Марк Сазанский вместе со своей командой оказался в числе тех, у кого есть вполне реальная возможность блеснуть своими знаниями в области истории уже на более серьезном уровне. Сегодня же ему, как и всем остальным ребятам, предстояло пройти лишь первый отборочный тур на не менее интересную и довольно масштабную тему. Искать ответы на исторические задачки ему не впервой, но некоторые из них оказываются в прямом смысле со звездочкой, признается Марк. Эти вопросы, в принципе, достаточно простые для нас, так как мы к ним усердно готовились, но есть такие, которые могут вызвать у нас сложность, естественно. Самая сложная тема – это, наверное, родственники героев, так как об этом всяких источниках сказано меньше всего, и к этому было сложно подготовиться. Объем работы у команд внушительный, а времени не так-то и много, а потому работа в команде напоминает единый слаженный механизм. В период осенних каникул, когда мы начали муниципальный тур региональной игры, изначально команд у нас было 17. Сегодня в первом туре уже участвуют лучшие команды. По итогам прежней игры – это 10 команд. По итогам сегодняшней игры мы надеемся, что у нас обозначится явный лидер. Тема сегодняшней игры – от георгиевских кавалеров до героев сегодняшних дней. У детей вопросы, которые расположились аж на 38 страницах, это большой перечень вопросов. И час дается времени каждой команде для того, чтобы правильно ответить на все эти вопросы. По итогам финишного отборочного тура на городском уровне будет определена лучшая команда, которая и представит «Муром» в финале региональной исторической игры уже во Владимире. Екатерина Задовская, Алексей Капотов, Новости Муром.